мы планировали поснимать сколько 20 минут прошло сколько четыре часа пол восьмого полчаса мы собрались четыре часа это секта и кто-то допустил ошибку не поставил квадрик на парке а я будем предупреждение ветер до 17 метров в секунду у нас обзор давай эффект будет тот же самый это 25 резина чудо не произойдет туда не суда а кирка Дядь Миш, с открытием сезона. Покатуха удалась, Виктор. Благодарю. Учеба была. Как вам первоначальный выезд? Классно. Ты видел, какие лужи включили? Давай, жди! Ребят, ну, вы можете посмотреть куча, количество, огромное количество роликов. Как ездить, как включать, как выключать. Но ничто не сравнится с практикой вождения. Особенно, когда это грязь, это лужи. И это самое интересное. Да, поэтому, когда вы вот это приехали, вы добрались до дома, вы понимаете, что это... Капец! Это главное, если говорить, послевкусие. Потому что именно после этого вы понимаете, что катка была хорошая. Поэтому, ребят, если вы еще не приобрели квадрики на хото покатать, у вас всегда есть варианты, прокаты. Такие, как Грэнди, например. Это недалеко, здесь прям вообще... А Тумкада есть километр, наверное, да? Меньше. 700 метров. А впечатление здесь прям как нормальные, хорошие покатухи, прям конкретно. Поэтому приезжайте сюда. Можем, если часто, будем видеться. Потому что, надеюсь, совместный проект еще задуман. Я думаю, что мы еще не посмотрим, что будем снимать. Конечно. Профессионально. Мы будем уделять этому просто более-более глобальное внимание. Более весело. Будем рассказывать не только в рамках одной марки, там, CF, да. То есть будем брать Segway, Stealth, BRP. Не важно. Все, да? Показывать полностью по всей маркам. Поэтому пишите в комментариях. Ждем от вас лайков, естественно. Или дизлайков. Как хейтеры мы любим вас, да. Без вас никуда скучно было бы. Вот. Поэтому подписывайтесь, играйте, комментируйте. Всем пока! Магвайр, урок начался. Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня у нас квадрошкола. В качестве учителя у нас сегодня Ксения, администратор канала. Новости квадроциклистов. В виде наших двоечников у нас сегодня Виктор в квадропаркотренде. Квадроблогер Магвайр. Мы на задней парте. Пока не видит учителя, мы тут пытаемся что-то замутить. Итак, для чего этот сюжет, эта серия роликов? Для того, чтобы объяснить начинающим квадроциклистам или любителям, что такое квадрикс, чем его едят. Отвечаем на ваши вопросы. Взять максималки у дилера или купить до по самому? Купить до по самому. Ну, здесь на самом деле вопрос такой, если у вас есть время, желание и возможность. И у вас есть огромное желание колупаться. И у вас тешатся руки. Однозначно, да. Конечно же, это покупать до по самому. Но, если у вас отсутствует время и вы хотите просто катать, естественно, лучше купить максимальный капитал. Ну да. Здесь вопрос экономии. То, что я как человек, да, у которого я покупал 650 гепард в семнадцатом году. В комплектации ст, это голый квадрик, без лебедки, без ничего. Просто на минимальной резине 26 таракосе. Я все дальше доукомплектовал сам. Просто я уже впоследствии посчитал. Если бы я купил в комплектации, допустим, трофе на тот период, это обошло бы намного дешевле. Там брани порядка 150 тысяч, да. Наверное, не так. В максимальной комплектации вам предлагают то, что уже есть в допах. То есть то, что навязано вам дилерами, производителями и так далее. В своих комплектациях вы можете выбирать сами то, что вам нравится. То есть ту фару, которую поменять на более другую. То есть поменять штатный свет, там, допустим, на балки, на облозу, все остальное. Это вот в этом вы можете. Альтернатива есть. Да, всегда. Согласен. Ну вот я и говорю, если, допустим, с моей стороны, лучше брать все-таки без допов и дорабатывать сам вот так, как тебе хочется. Ну здесь очень просто. Если у вас нет времени на это все, то брать. Берите в комплектацию, там уже готовая комплектация с выносом. Все, села и поехала. Все, села и поехала. Не надо ничего заморачиваться. Если все-таки вы хотите немножечко вашего резина коня разобрать. Вот. Понять. Поэтому есть плюсы и минусы в первом случае. Во втором случае случаев плюсов больше. Но когда у вас есть время. Да. Ну и вот еще моментик один. Если ты где-то сломался. Ты знаешь, что тебя может сломать. Ты знаешь, куда лезть. Да. Предохранители, проводка. Да, да. Либо что-то поставил, либо кто-то вам поставил из рукожопых. Да, да. Затем надо переделывать. Да. Поэтому такие ситуации тоже есть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА